Что такое свобода Как жить вдали от цивилизации, но в комфорте Без кондиционера, но в прохладе Без центрального отопления, но в тепле Вообще идея построить автономный эко-дом Пришла еще тогда, когда я занимался космосом То есть оптимизация систем жизнеобеспечения на станциях Мир и салют Идея была такая, что любая семья со средним достатком В течение сезона могла бы такой проект реализовать Этот дом построен был за 3 месяца Площадь его 80 квадратных метров Он рассчитан на проживание двух человек В принципе, если семья большая, 4-5 человек Добавляется лестница, на втором этаже делаются 3-4 спальни Те расчеты, которые я делал, они подтвердились Эксплуатация этого, я тут жил фактически 3 года Зимой, для того, чтобы его протопить В принципе, на одной руке в сутки заносишь охапку Протапливаешь печь на реактивной тяге После протопки еще 2,5-3 дня держит тепло То есть здесь, если сравнить затраты энергии на квадратный метр Они где-то там от 150 до 1500 раз меньше, чем при обычном кирпичном строительстве А дом является в 5-6 раз более теплым Трудоемкость 20 раз ниже, чем при кирпичном строительстве Комбайн, убирающий рожь с поля Вполне привычная для нас картина Зерно это хлеб, он нужен всем А вот солома Это побочный продукт сельского хозяйства Но это еще не все Солома один из самых экологически чистых Доступных и дешевых строительных материалов В Горуссии таких домов уже больше сотни построено Но, к сожалению, интереса к ним нет Почему нет? Потому что если вы откроете устав любой строительной организации Целью деятельности является прибыль Эти дома, так сказать А прибыль у нас может составлять примерно 30% Стоимости, себестоимости стройматериалов Когда у нас основной стройматериал Солома, дерево и глина Какая тут прибыль, да? Поэтому, так сказать, стройкомплекс Это дело фактически игнорировано Передаем технологии всем желающим Потому что она имеет очень большие шансы Во-первых, на развитие А во-вторых, она решает целый круг Социально-экономических вопросов И экологических в жилищном секторе Жилье малозатратное Мало потребляет энергии Дешевое, доступное, экологическое Соломенный эко-дом круглый Как каравай Такая конструкция не отдает тепло И ветра ее обтекают, а не продувают насквозь Дом возведен в деревянном каркасе Который является древней системой Под названием Башня Силы Это 12 столбов Которые стоят на радиальных лучах перекрытия Стены толщиной около полуметра Из ржаной соломы Снаружи и изнутри заштукатурены глиной Крыша из тростника Внутренняя отделка круглого дома Из дерева Ветряк на крыше и солнечные батареи Служат для получения электроэнергии Есть еще один фактор Оно, по сути дела, является лечебным Это вот по... Так сказать... Каждый год проходили медосмотр И, в общем, когда я начал жить в этом доме Там врачи обратили внимание на то, что у меня пошло улучшение многих параметров Когда вы находитесь в круглом пространстве, с вашей праной происходят очень интересные вещи Она выравнивается, укрепляется Плюс к этому несколько лет назад мы проводили такое исследование с помощью специалистов Которые занимаются тонкой энергетикой человека То есть, если взять контрольную группу, поставить ее спиной, допустим, в железобетонной панели Посмотреть, что будет с вашей праной Вы выясните, что за 40-50 минут у них бетон вытянет примерно 35-40% энергии Если кирпичной стенке, то порядка 25% Дерево нейтрально, а соума повышает, то есть укрепляет прав на человека на 10-15% Это, кстати, косвенно подтверждается и данными немецких исследований Здоровья чернобыльских детей, которые были заселены в соумные дома, там, в Зонарыче, в Лепле, там, в других местах По сравнению с теми семьями, которые были заселены в панельные многоэтажки, там, в кирпичные дома и все Для того, чтобы быть здоровым, надо в день, как минимум, 5 минут смотреть на то, как горит огонь, дерево 5 минут смотреть на небо и 5 минут быть в контакте с водой В городе мы этого лишены Поэтому первое, что хочет человек, когда у него появляется возможность построить свой дом Что значит? Камин Почему? То есть интуитивно человек чувствует, что нам надо смотреть на то, как горит огонь Второе, что значит, это самое, ну, бассейн, да, там, ну и так далее В этом доме нет системы вентиляции, в принципе нет Вентиляции нет даже в туалете Стена дышит очень интенсивно, то есть она дышит на два прядка лучше, чем деревянная Любой запах выходит буквально там через 50-60 секунд То есть нет смысла делать вентиляцию, а с вентиляции выходит 40% энергии То есть получается что? Что рекуператора нет, а его функция выполняет стена, которая дышит То есть тепло остается внутри, а вредные вещества дефундируют через стен И вот эти дома, они, в общем-то, в чем их главное преимущество? Да, экология, да, энергоэффективность, да, значит, местные материалы, да, то есть со всех сторон экономия Но самое важное, есть соответствие социально-экономическим условиям Если такие дома семья может построить без банка и ипотеки за сезон, а это возможно И, в принципе, если там в семье 2-3 мужика есть с руками, которые растут откуда надо, то проблем нет построить это году Не надо никаких, как бы, затрат со стороны государства Просто дайте соответствующие технологии Технологии, соответствующие социально-экономическим условиям И смотрите немножко вперед Электричество в нашем доме есть, значит, две панели, ну, примерно 400 ватт Плюс 400 ватт яхтный ветряк Почему ветряк? Потому что зимой в Беларуси солнца нет Практически нет, очень мало Но есть ветер Вот это место очень ветренное, очень ветренное И, в принципе, получается так, что на компьютер освещение мультимедийку То есть хватает того, что дает солнечная панель плюс ветряк Это баня внутри дома Она не снаружи, за части, как бы, соломенного круглого дома Значит, достаточно большая, то есть 8-9 человек здесь без проблем размещаются Два уровня полков, то есть вот нижний и верхний Ну, в общем, я ей очень доволен Вот это у нас кухня, барная стойка, это сирень, которую там соседи хотели сжечь Я ее, в общем-то, выдачу из костра и использовал ее при оформлении, так сказать, барной стойки Стол, вот в круглом доме, единственное, правда, не очень большая проблема Но, в общем-то, я стараюсь сюда мебель делать своими руками Потому что, во-первых, энергетику в свою сюда вкладываешь Ну, и потом можно сделать достаточно оригинальные вещи из отходов То есть вот стол такой в виде баба Вот это у нас окно гласности, которое показывает, что стена, сделанная из соломы Это фактически вот эта глиняная штукатурка, это солома Ну, и, в общем, сюда я для красоты вставил сноб, потому что это сноб, наверное, знаете, да? Сила удач Бога Лес, который я использовал, то есть вот эти вот все стойки, они все сухостой То есть и эта, и доска напилена и сухостоя Почему? Потому что вот есть такое понятие не брать лишние кармы То есть если вы прерываете чужую жизнь, неважно, кого дерево, там, животного Для удовлетворения своих потребностей возникает кармическая реакция Она как бы делится между тем, кто заказал, кто исполнил, приходит на предмет Если вы используете то, что уже ушло естественным образом из жизни, значит, вы не несете никакой кармической нагрузки Именно поэтому здесь, когда тот, кто ощущает тонкую энергию, здесь она отличается очень существенно, допустим, от любого сруба Тут энергия гораздо лучше, чем Почему? Потому что солома, закончивая круг жизни, и вы, значит, с ней работаете, кармы никакой не берете Дерево усохшее, значит, доски засохшего дерева, все это, как бы, дуб усохший Если приложить немножко фантазии и рук, то получаются достаточно неплохие интерьеры Эта печь называется печь на обратной реактивной тяге Значит, как она работает? Закладка осуществляется отсюда, рожек тоже отсюда Только запускается, только на теплую трубу, как я уже говорил Когда она выходит на режим, дрова и все остальное, можно... Горение происходит здесь вот внизу, как бы, да? Но тяга такая, что вот вы можете сюда поставить, допустим, двухметровое бревно И оно будет гореть по своим... ну, по своему... Горать и опускаться, там, допустим, сутки, да? И при этом сюда не будет выбиваться ни дым, так сказать, ни тепло, ничего Потому что тяга идет, как бы, туда Работает по принципу реактивного двигателя Вот так В двадцати километрах от Минска, в деревне Беларучи Находится первый в стране частный дом с нулевым энергопотреблением Ветер Неограниченный ресурс для производства электроэнергии Он есть везде, бесконечен и экологически чист В настоящее время энергию ветра применяют в основном для выработки электроэнергии Производство ветряной электроэнергии Организовано как на огромных ветряных фермах Для национальных энергетических систем Так и на локальном уровне Для удовлетворения потребностей сельских поселений Или отдельных потребителей энергии В ветроэнергетике В ветроэнергетике Беларусь имеет преимущества Которыми не обладают европейские страны К примеру, плотность застройки в нашей стране невысокая А значит, имеется больше мест для установки отдельных станций И мощных ветропарков Ученые уже выделили более 1 840 площадок Пригодных для их строительства А всего Ветроэнергетический потенциал республики Оценивается более чем в 1600 мегаватт Годовая выработка электроэнергии Может достигать 6,5 миллиардов киловатт-часов Белорусы издревле использовали солому при создании соломенных крыш, утвари Не менее популярным материалом был у наших предков камышовый тростник Мы находимся сейчас в деревне Дружное Мядельского района Данная деревня строилась совместными усилиями Немецкой организации «Дома-место Чернобыля» И Белорусского общественного объединения Международное обладательное общественное объединение «Экодом» Начинался весь этот проект в 1994 году Тогда еще мало кто думал об энергосбережении, об энергоэффективности, экологически чистом строительстве Этот конкретный дом строили, как и все эти дома, волонтеры Из Германии это студенты, пенсионеры, люди разных возрастов и белорусские студенты То есть люди, которые хотят поработать, поучиться новым технологиям Потому что все, что мы здесь применяем, используем, зачастую это для белорусов диковинку Что-то новое Хотя, тот же тростник, та же ковля из тростника Это, конечно же, материал, как бы, всем известен, хорошо известен Он ранее в Беларуси очень интенсивно применялся И только с появлением уже других каких-то промышленных материалов Он отошел на второй план И вот сейчас мы его возрождаем, возобновляем Потому что это наш материал Фактически, вот этот тростник, можно сказать, он бесплатен То есть его можно пойти на озеро заготовить Мы приняли решение, что для нашего строительства хорошо подойдут тростниковые плиты В принципе, несложно изготовить Мы посмотрели технологию, приобрели станок В Германии привезли его сюда И начали потихоньку производить плиты, вот эти тростниковые, для утепления собственных домов Отличие этих домов от традиционных состоит в том Что сначала возводятся несущие деревянные каркасы Которые затем заполняются смесью глины, воды и тростника По принципу скользящей опалубки Утепляются тростниковыми плитами и штукатурятся Такому дому не страшен огонь Спрессованные блоки выдерживают воздействие пламени температурой до 900 градусов В течение нескольких часов Без нарушения несущей способности Вот это исходное сырье По-научному называется тростник обыкновенный Он произрастает у нас в Беларуси повсеместно Конкретно этот вырос на озере Нарач Мы его заготавливаем в зимний период времени По льду То есть тростник, выросший за лето Фактически высыхает осенью И зимой мы его можем заготавливать И применять в качестве сырья Для производства тростниковых плит либо сетки На фундаменте стоит каркас деревянный Стены заполнены смесью глины и щепы Толщина этой стены 40 см Дом утеплен тростниковой плитой Здесь стоят очень хорошие энергоэффективные Деревянные окна, не пластиковые 20 см тростниковой плиты в полу Ну и кровля, как вы видели, выполнена полностью из тростника То есть это такой дом, который построен из дерева, глины и тростника То есть материалы, которые здесь очень типичны для данного региона Данный дом, он еще отличается тем, что Полностью обеспечивает себя, в общем-то, всем необходимым У нас установлен солнечный коллектор И котел на местных видах топлива На древесных гранулах, билетах То есть теплом и горячей водой Мы обеспечиваем себя полностью Даже в избытке электроэнергии Поступает от ветряков, которые находятся рядом Здесь аккумулируется вся тепловая энергия Необходимая для эксплуатации данного дома В бойлере, который слева от меня находится Сюда поступает энергия солнечного коллектора То есть солнце нагревает воду Который находится в этом бойлере И отсюда вода уже расходится к потребителю Если не хватает солнца, может подключаться В холодное время года, зимой Может подключаться вот этот котел Он работает на древесных гранулах, билетах Это местные виды топлива То есть престиционные опилки Которые вот находятся у меня сейчас в руке На этот дом нам надо 2,5-3 тонны вот этих древесных гранул Шлака вообще нет Раз в месяц ящичек этот вытряхнул Отходов нет фактически И выбросов нету Нету ни дыма, ничего Очень эффективно, его копыта очень высокие На солнце мы работаем, эксплуатируем здание Фактически где-то с середины апреля До середины октября То есть в этот период нам Котел вообще не нужен То есть здание окапливается за счет солнца И мы потребляем теплую воду только за счет солнца Наши точки зрения полностью соответствуют Представлению экологически чистого дома И энергоэффективного, энергоположительного дома Мы находимся в занерочном амбулатории В модельном энергоэффективном здании Которое было построено силами нашей организации Экодом и немецкого партнера дома вместо Чернобыля В 2005 году И передано в 2006 году в ДАР Мязельскому району Это здание было задумано как модельное энергоэффективное То есть оно абсолютно теплое, очень герметичное Построено, можно сказать, полностью из тростника То есть основа деревянный каркас И заполнение стен и перекрытий Тростниковыми плитами Оно оснащено, естественно, самым современным Оборудованием, не только медицинским Но именно вот энергетическим Здесь установлена Солнечная батарея для подогрева воды И отопления здания Кроме того, фотогальваническая установка Мощностью 1 кВт для производства Электрической энергии, опять-таки Для снабжения собственных нужд этого здания Амбулатория оснащена Современной системой вентиляции С рекуперацией тепла То есть воздух, который выходит Отработанный, он подогревает Отдает свою энергию входящему воздуху То есть не нужно затрачивать дополнительные средства На обогрев воздуха У нас имеется естественное освещение Вот этого здания То есть мы в коридорах не включаем здесь свет Никогда, ни зимой, ни летом То есть в этом нет просто необходимости Она обслуживает в амбулаторе, по-моему, полторы тысячи человек Плюс мы же находимся в Нарчанском крае Это курортная зона То есть отдыхающие летом Тоже сюда имеют право обращаться и обращаются Международный государственный экологический университет Имени Сахарова Создал недалеко от Минска Первую республику Демонстрационную площадку Возламляемых источников энергии Ну это уникальный объект На котором сосредоточены на сегодняшний день Практически все виды Возламляемых источников энергии Это и две ветроустановки Солнечные батареи Солнечные водонагревательные коллекторы Тепловой насос Микрогаз Мы создали на сегодняшний день Достаточно уникальный объект На просторы стран СНГ Мы не смогли бы создать Вот этот очень хороший современный объект Без поддержки наших партнеров Прежде всего это Земли Форальберг Австрия И института радиологии имени Отто Хуга Наша страна по климатическим условиям Примерно соответствует той же Польше и Германии В этих странах Очень большое развитие получило Солнечное фотоэлектричество То есть очень перспективно это применение На удаленных объектах На фермах На машино-тракторных станциях Где ремонт осуществляется То есть подогрев воды Возможно осуществлять с помощью солнечной энергии Ну, например, опыт наших на волны Показывает, что у нас летом Вода в учебном корпусе Подогревается до температуры Где-то 40-60 градусов Только за счет энергии Солнца Для нашей страны Более перспективное Это развитие биоэнергетики Которые включают Это использование древесного биосырья Во всех его формах Отходов сельского хозяйства Солома Результаты переработки Других предприятий Ну и конечно же биогазовых технологий Использование биогазовых технологий Одновременно решает несколько проблем Первое Мы получаем электричество или тепло Второе Утилизируем отходы Животноводческих ферм Там птицефабрики и так далее И третье Дополнительно получаем удобрения Последний пример Это использование Свалочного газа Это тоже проблема С точки зрения Сохранения климата Это выделение парниковых газов На нашей первой Самой большой свалке Уже поставлено оборудование Которое Получает Свалочный газ И вырабатывается Электроэнергия Это Направление Согласно Планов Нашего государства Будет развиваться И вот в ближайшее время Практически во всех Областях Будут Реализованы Такие проекты Ну это Комплексное решение Возменяем источники энергии Самооборудование Оно Чаще всего Дороже Чем Традиционное оборудование И второе Оно имеет больше срок Окупаемости Но мы о чем Должны помнить Что Если мы Прошли Этот срок окупаемости Дальше В течение 10-20 лет Это оборудование Только требует Технического обслуживания Остальное все Бесплатно То есть Энергия Мы будем получать бесплатно Скажем та же Ветроустановка Мощностью 2 мегаватта Срок окупаемости Ее достаточно большой Ну скажем 10-15 лет А срок службы 60 лет То есть 15 лет мы Окупаем ее А дальше Это инвестиции В нашу страну В экономике нашей страны В течение последних десятилетий Техногенная деятельность человечества Стремительно развивается Причем базируется она Преимущественно На таких традиционных Невозобновляемых источниках энергии Как уголь Нефть и газ Но здесь возникает проблема Согласно прогнозам ученых Разведанных на планете Запасов угля Хватит лет на 400 Газа лет на 60 Нефти лет на 40 Человек уже начинает понимать Что он такая же часть земного мира Как растения и животные Вода и воздух Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!